Бразильское телевидение представляет телевизионный художественный фильм «Рабыня Изаура» по роману Бернардо Геморраенса. Автор сценария – Жильберто Браго. Роли исполняют Рубенс де Фалко, Жильберто Мартинио, Норма Блюм, Роберто Перилло, Марио Кардоза, Беатрис Лира, Эльза Фернандес, Аттил Иорио, Леа Гарсия, Исаак Бардавит, Мариам Риос, Италла Рос, Зенни Перейра, Анжела Лео, Леди Франциско и другие. В роли Изауры Гуселия Сантос, режиссер-постановщик Эрвал Россано. «Рабыня Изаура», первая серия. Как, признавая американские фильмы, у нас крепче любят продукцию великой индийской кинематографии, так и при успехе форсайтов и других саг про нордические характеры, по-настоящему народные телесериалы латиноамериканские. В 89-м году Центральное телевидение завершает показ первой мыльной оперы с пылающего континента, «Рабыни Изауры». Отныне любой земельный участок в СССР называют фазендой. В роли Изауры Лусилия Сантос, режиссер Эрвал Россано, первая серия. «Тебе повезло, девочка. Ты рабыня с темной кожей, но ты знаешь свое место». Первые пять серий телевизионное начальство, не знающее своего народа, согласилось показать на пробу. Успех ошаломляющий. И при отсутствии замеров, ясно, что истории о золушках и богачах, злодеях и простушках собирают огромную аудиторию. Теперь мы станем часто встречаться. Ты, наверное, знаешь, я буду здесь жить. С вашего позволения. Мыльные оперы – отныне обязательная часть эфирной сетки. Начиная с них, отечественное телевидение становится рейтинговым, когда показывают не то, что меньше ругают критики, а то, что нравится большинству. «Рабыни Изауры» – первый суперсериал в России. Это помощь бразильцев, домохозяйкам, рабыням советского быта. В 89-й год главная работа – добывание еды, а вечером появляется возможность окунуться в сладкий мир бразильских латифунгий. Оказалось, что русским, особенно женщинам, близки латиноамериканские истовость, открытость, искренность, вера в счастливые случаи, отношение к року. Им ближе латиноамериканская массовая культура, нежели голливудские сериалы. «Рабыни Изауры» вытесняет великое индийское кино. Чем муляжнее, невероятнее, абсурднее с точки зрения искусства все, что происходит на экране, тем достоверней и сострадательней это воздействует на людей. «Рабыни Изауры» – это наркоз, анестезия, это национальный сеанс психотерапии в последние тяжелые годы социализма. «Рабыни Изауры» «Рабыни Изауры»